Я читаю шестую главу из четвертой книги царств. И сказали сыны пророков Елисея, — Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну, и сделаем себе там место для жительства. Он сказал, — Пойдите. И сказал один, — Сделай милость, пойди ты с рабами твоими. И сказал он, — Пойду. И пошел с ними. И пришли к Иордану и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал, — Ах, господин мой! А топор взят был на подержание. И сказал человек Божий, — Где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, — Возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войной на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, — В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, — Берегись проходить этим местом, ибо там засели сирияне. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там ни раз и ни два. И встревожилось сердце царя сирийского по этому случаю, и призвал он рабов своих и сказал им, — Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским? И сказал один из слуг его, — Никто, господин мой царь, а Елисей пророк, который у Израиля пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей. И сказал он, — Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему, и сказали, — Вот он в дофаиме. И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью, и окружили город. Поутру служитель человека Божьего встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, — Увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, — Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, — Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге. И он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, — Порази их слепотою. И он поразил их слепотою по слову Елисея. И сказал им Елисей, — Это не та дорога и не тот город. Идите за Мною. Я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал, — Господи, открой глаза им, чтоб они видели. И открыл Господь глаза их, и увидели, что они в средине Самарии. И сказал царь Израильский Елисею, увидев их, — Не избит ли их, отец мой? И сказал он, — Не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды. Пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили больше те полчища сирийские в землю Израилеву. После того собрал Венадад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти сиклей серебра. Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, — «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, — «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли? Сточила ли?» И сказал ей царь, — «Что тебе?» И сказала она, — «Эта женщина говорила мне, — «Отдай сына твоего, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра». И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день, — «Отдай же твоего сына, и съедим его». Но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, — «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня». Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него, и послал царь человека от себя. Прежде, нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, — «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью». А вот и топот ног господина его за ним. И еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, — «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Субтитры создавал DimaTorzok